Соборное послание святого апостола Якова, 1 глава, с 5 по 8 стих. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Добрый день! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о послании Якова, и сегодня мы говорим о вере. Просить нужно с верой. Это обязательное условие, потому что Бог, он реагирует не на наши какие-то проблемы, нужды, он реагирует на нашу веру. Когда мы говорим с вами о просьбах у Бога на основании веры, то мне кажется справедливым, что здесь необходимо две вещи. Во-первых, мы должны верить в то, что Бог может выполнить то, о чем мы просим. И второе, мы должны верить в то, что Бог хочет это сделать. Вера – это доверие. По крайней мере, для меня. В большей мере вера является доверием. Нужно помнить, что вера – это не просто верить, что Бог есть, не просто верить, что Он все может, не просто верить в то, что Он все знает, обладает всей силой. И даже не только вера в то, что Он может и хочет нам помочь. Прежде всего для меня вера – это доверие, когда мы доверяемся Богу во всех сферах нашей жизни полностью. Доверяя Богу, мы должны приложить все усилия к тому, чтобы никогда не сомневаться. В греческом – это слово «диокреа». Буквально разделять, разлагать, сломать. Природа сомнения как раз и состоит в раздвоении, в разделении. Даже в этимологии русского слова «сомнение» присутствует вот эта парадигма. Дело в том, что это слово буквально состоит из двух. «Со» и «мнение». «Со» – это еще одно мнение. Сомнение как раз и рождается тогда, когда мы попадаем в ситуацию, когда к мнению Бога присоединяется или противостоит, или как альтернатива, или как дополнение присоединяется некое другое мнение, отличное от мнения Бога. И мы имеем уже два варианта, и у нас появляется выбор – доверять Богу или кому бы то ни было другому. Как только мы допускаем даже саму возможность того, чтобы выбрать не Божье мнение, в этот самый момент мы уже потерпели поражение. Яков пишет, что мы не должны допускать ни капли сомнения. Буквально он употребляет греческое слово «миден», которое означает «ни в чем». Другими словами, Яков говорит о том, что у нас не должно быть сомнения в принципе. Он не говорит о том, что в чем-то, в какой-то степени, более или менее, он говорит, что когда мы просим, чтобы это ни было у Бога, у нас не должно быть никакого сомнения вообще. Как вы считаете, можем ли мы с вами одновременно и доверять Богу, и верить в Его обетование, и сомневаться в том, что Он может или хочет дать нам то, о чем мы просим? Пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok